Прими себя и будь счастливым. Миш, а почему твой друг Максим сегодня не играет с нами в футбол? Он не очень заинтересован в игре, тренер. Но почему же? Ну, потому что он всегда играет на позиции защитника и никогда не забивает. И что же тогда? Да. Понимаете, он считает, что все внимание приковано к тем игрокам, которые забивают, и все восхищаются ими. Разве это не так? Это не совсем так. Голы забиваются благодаря совместным усилиям всей команды. Каждый игрок на поле занимает определенную стратегическую позицию в соответствии с его умениями. Без Максима защита его команды будет хуже. Ну да, вы правы. Однажды маленький попугайчик вернулся домой, взволнованно. Он был чем-то расстроен. Что случилось, мой хороший? Ты чем-то расстроен? Мам, мне не нравится мой некрасивый клюв. Это почему же? Очень даже симпатичный клювик. У других птиц клюва намного красивее моего. Вот у колбицы, например, у пеликана, у ястрева, у орла. Хм, ты прав, мой милый. У всех этих птиц действительно очень красивые клюва. Думаю, тебе стоит слетать в гости к Мико. Он у нас самый умный попугай. И обязательно поделится с тобой мудрым советом. Он живет на самом высоком дереве в нашему лесу. Он точно подскажет, как выйти из этой ситуации. Господин Мико, мне очень нужна ваша помощь. Прошу, помогите. Что случилось, мой дорогой? Мне не нравится мой клюв. Но почему у меня не может быть такого красивого клюва, как у орла или у пеликана? Ха-ха, ты абсолютно прав. У них действительно прекрасные клювы. Ну что ж, лети за мной. Я покажу тебе что-то. Смотри, видишь колбицу? Вон там. Она достает червячка для еды. Вижу. Тогда ответь, ты бы хотел питаться червяками? Нет, ни за что на свете. Но клюв этой птицы предназначен именно для этого. А теперь посмотри на пеликана, который сейчас ловит рыбу. Ты бы хотел питаться рыбой? Даже представить себе этого не могу. Ха-ха, значит и клюв пеликана тебе тоже не подойдет. Лети за мной. Я покажу тебе еще что-то. Мой маленький друг. Посмотрю вон на того ястреба и орла. Они сейчас охотятся на кроликов и мышей. Может быть тебе эта пища придется по вкусу? Ну уж нет, никогда. В таком случае клюв орла или ястреба это тоже не то, что тебе надо. Летим обратно. Как насчет вкусных семян? Будешь? Спасибо большое. Но по правде сказать, мне больше всего нравятся бразильские орешки. Кажется, у меня было где-то парочку. Вот, держи. О, спасибочки. Вот смотри, малыш, если бы у тебя был клюв орла, пеликана или ястреба, смог бы ты им кушать твои любимые орешки? Нет, я бы вообще не смог есть орешки. Понимаешь, ты был создан особенным, со своими вкусами, умениями, навыками и талантами. Не стоит тратить свою жизнь, завидуя способностям других. Лучше удели время и пойми, в чем твоя сила, какими способностями обладаешь ты сам. Спасибо, Мига. Теперь я все понял и чувствую себя особенным. У каждого из нас свое предназначение. Пусть вас не тревожат способности и умения других. У них свои цели, которые, возможно, вам и не подойдут. Каждый из вас обладает способностью совершать удивительные вещи. Надо просто быть собой. Познайте свое предназначение, развивайтесь и становитесь лучше с каждым днем.